Всем привет, друзья! С вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать вам новую карту Detroit, а также хочу рассказать о некоторых новостях. Итак, новая карта Detroit. Как вы можете видеть, тут есть городская зона, где довольно-таки много всяких строений, заводов. Есть тут река, и её пересекают вот такие вот мосты, через которые можно попасть на нулевую и девятую линию. Есть тут большой склад, за который можно легко спрятаться от арты, например, но потом идёт абсолютно пустая зона, почти тут ничего нету, может быть, ещё карта ещё частично не доделана, но зона абсолютно, в общем-то, уязвимая от арты. Тут будет прилетать и от ПТ-САУ, которые, возможно, будут стоять в конце К-линии. Ну и также база находится тут в квадрате J5. Опять же, тут городской массив, где можно спрятаться и как-то вытанковывать. Естественно, карта, наверное, ещё не доделанная частично, и она ещё в разработке. На первой линии нас ждёт вот такая вот горочка, по которой вы можете забраться наверх и по ней продвигаться в атаку к вражеской базе, опять же. Кроме того, меня удивило лично то, что вот на этой горочке довольно-таки хороший прострел. Если вот эти заборы ломаются, то отсюда можно простреливать большую часть карты. Есть тут небольшие также горы, за которые можно спрятаться и как-то вытанковывать, возможно, или использовать их для того, чтобы сейвиться от арты. Ну и все дороги ведут, конечно же, к базе. Вообще карта очень даже открытая, и можно даже с центра спокойно доехать быстро на вражескую базу. Но вряд ли вам это позволит сделать, потому что центр легко простреливается. СТ-шки, возможно, будут использовать нулевую и девятую линию и проезжать таким образом быстренько на вражескую базу, если эта зона врагами не кроется. Всякие тяжёлые танки наверняка будут тусоваться в городе и тут как-то вытанковывать. Ну и ПТ-САУ, возможно, тоже тут будут стоять. Более-менее подвижные танки будут продвигаться по первой линии, туда на горы заберутся и будут там, в общем-то, атаковать. Ну, возможно, и тяжи какие-то шустрые туда поедут. Хотя, знаю, рандом, может и Маус туда забраться. Вроде бы карта неплохая, но пока что сложно судить, потому что наверняка она ещё до конца не доделана. А вот переделанный Лацвель. Особо и сильно его не переделали, но вроде как я заметил, есть некоторые значительные изменения. Ну, вы сами смотрите, может быть и где-то я что-то пропустил. Вот как тут выглядит церковь. Ну, особо изменений немного тут, но мне показалось, что церковь как-то немного по-другому расположена. То ли её повернули чуть-чуть и в других зонах рядом с базой особо тут изменений нету. А вот в кишке изменения вроде как есть. Небольшие, тут кишка стала побольше, рельеф немного изменили, кусты, похоже, где-то поубирали. Но в остальном всё та же кишка в Лацвеле. Где-то даже добавили, по-моему, кустов. И самое, наверное, значительное изменение. Вроде бы как вот с этой зоны, с квадрата от J4, теперь больше не постреляешь в сторону церкви, потому что там дома сделали более высокими. И теперь отсюда, в общем-то, не поснайперишь, как раньше. Ну а в остальном, вроде бы, изменения незначительные. И особо, наверное, больше придираться тут не к чему. Ущелье осталось, по-моему, прежним. И, может быть, только шире стало. Вот почему-то кусты находятся на дороге, но это, наверное, просто не доделали ещё. Нашёл интересную мысль. Если взять Детройт и отразить по вертикали, и развернуть его на 180 градусов, то мы получим, как вы можете догадаться, наш любимый Химмельсдорф. Действительно, очень похоже. Может быть, совпадение, а может быть и нет. Ну, довольно-таки интересный факт. А вот новая премиумная ПТ-САУ седьмого уровня на базе КВ-4. Выйдет она КТТС. Итак, как вы можете видеть, эта ПТ-САУ будет обладать неплохим орудием с пробитием 227. Для седьмого уровня вполне неплохо. Урон 320, тоже добротно. И урон в минуту 2441. Очень хороший ДПМ. И время перезарядки чуть меньше 8 секунд. Тоже, кстати, классно. В общем, пушка вроде вырисовывается хорошая. Разброс 0.34. Небольшой, как ни странно. Хотя это советская ПТ-САУ. Время сведения 3 секунды. Ну, так, конечно, средненькое. Но для советской ПТ-САУ нормально сойдёт. Угол склонения орудия минус 5. Угол возвышения 20. Ну, кстати, пушка подниматься должна неплохо. А вот склоняется она так средненько. Горизонтальный поворот орудия 60 градусов. Кстати, очень даже хороший показатель. То есть пушка по горизонтали довольно-таки будет нормально поворачиваться. Стрелять будет удобно. Мощность двигателя 1200. Уделенная мощность 13 лошадиных сил на тонну. Кстати, очень хорошая подвижность, как ни странно. Скорость поворота ходовой 32. Тоже нормально. Максимальная скорость 35 вперёд и назад 10. Ну, очень странные параметры, честно говоря. Для такой махины, как КВ-4, почему-то очень хорошая подвижность. Это меня удивляет, честно говоря. Прочность этой ПТ-САУ будет 1200. Как-то уже имбалансно даже для седьмого уровня. Ну, и в целом вырисовывается неплохая ПТ-САУ. Лоб корпуса 125 мм. Борта корпуса 125 мм. Лоб башени тоже 125. В общем-то, по броне, по орудию и подвижности вырисовывается добротная ПТ-САУ. Не знаю, может быть, её серьёзно там потом понерфят. Но по этим параметрам она вполне неплохая. Итак, а вот как будет выгодить этот агрегат. Как вы можете видеть, это КВ-4. Но с задним расположением башни, переделанной под ПТ-САУ. Углы горизонтальной наводки будут, естественно, частичные. И размер у этой махины будет большой. Но броня, естественно, как и у КВ-4, наверняка будет хорошая. Подвижность, как ни странно, слишком ПТТХ хорошая. Для седьмого уровня вообще все характеристики слишком завышены. Я думаю, ещё их в порядок не привели до конца. И потом, как мне видится, всё тут понерфит серьёзно. Ну и в целом, такая машина неплохая. Вот вы можете видеть чертежи и также все вообще виды КВ-4, которые только были. Ну и на этом всё, друзья. Спасибо огромное за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч. Пока.